Рассчитать ПИД-37 за 2020 год и максимально вернуть себе излишек от уплаты налогов Польши. Покажем на наглядном примере, как подать декларацию и получить возврат на детей. Расчет ПИД многим может показаться довольно трудоемким и сложным, однако на выбор подходящей формы и ее правильное заполнение уходит всего несколько минут. Всю основную информацию, которая вам понадобится для заполнения декларации, вы найдете в формуляре ПИД-11 от работодателей, с которыми вы официально работали за предыдущий год. Один из самых быстрых и простых способов заполнить декларацию – это воспользоваться бесплатной онлайн-программой. Открываем программу ЭПИД, ссылку оставим в описании. После регистрации выбираем Креатор ПИД за 2020 год. Рассчитать ПИД вы можете индивидуально или в паре с супругом с супругой. Выбираем пункт Зложение за знания. Переходим дальше. Берем в руки ПИД-11 и с точностью до символа переносим оттуда личные данные – фамилия, имя, ПЭСЛ, дату рождения. Если автоматически не подтянулся адрес проживания, указываем актуальный на 31.12.2020 года. Далее – ужин скорбовый, к которому вы территориально относитесь. Если не уверены какой указать, проверьте с помощью интернета, к какому ужонду относитесь по адресу проживания. Для заполнения декларации выбираем ПИД-11. Прописываем название фирмы работодателя, который предоставил ПИД-11. Если работа осуществлялась по гражданско-правовому договору, например, умовозлицения, то выбираем пункт «Ниц не застало зазначенное». Если по умове о праце, выбираем «Зьеднегу стосунку праце». Подсмотреть, как правильно можно в своем ПИД-11. Заполняем необходимые поля декларации, просто перенося данные из ПИД-11. Смотрим на номер заполненной ячейки в ПИД-11 и переносим данные в ту же ячейку в декларации. В случае их отсутствия оставляем поля пустыми. Нажимаем кнопку «Запиш». Если в течение отчетного года было несколько мест работы и есть больше, чем один ПИД-11, надо аналогично добавить информацию из других документов. Данные в колонках ПИД-37 автоматически добавятся между собой. После добавления всех ПИД-11 нажимаем «Далее». Каждый иностранец, который предоставляет в налоговой Польше формы ПИД-36 и ПИД-37, может воспользоваться налоговыми льготами на ребенка. Чтобы получить данную выплату, налогоплательщик должен осуществлять родительские полномочия или быть законным опекуном ребенка, который с ним проживает. Возврат налога возможен и если только один из родителей работает в Польше, а ребенок проживает со вторым в другой стране, например, в Украине. Нажимаем кнопку «Додай детску». Для этого необходимо вписать данные ребенка в декларацию, включая ПСЛ, если есть, имя, фамилию, дату рождения и месяцы, за которые должен быть вычтен налог. Не целый год указать придется, если ребенок рожден в 2020 году. Снова нажимаем кнопку «Запиш». Получить возврат можно на почте или на банковский счет, который указываем здесь же. На завершающем этапе электронного заполнения необходимо поставить отметку в пункте «Хцем выслать декларацию». Тут может потребоваться внесение данных предыдущей декларации. Если предыдущая ПИТ-37 не подавалась, достаточно вписать ноль. Если данные введены верно, ваша декларация получает статус 200, то есть прошла проверку, о чем также придет подтверждение на указанную вами электронную почту. При необходимости внесения изменений в уже отправленную форму подается корректирующая декларация. Выбираем «Корректа зазнания». Помните, что декларацию необходимо хранить в течение пяти лет. Все налоговые резиденты Польши, то есть лица, которые получали доход в стране более 183 дней, обязаны ежегодно рассчитать свой налог ПИТ и подать отчетную декларацию. Обусловлено это тем, что часть налогов и сборов Польши зачастую начисляется, исходя из потенциального дохода, а ПИТ-37 включает уже реально полученный доход, а также сведения о налогах, сборах и возможных льготах. Поэтому оформление ПИТ-37 позволяет пересчитать ранее уплаченные налоги и вернуть излишки работнику, если таковые имеются.